Рязанская область. Национальный парк Мещерский. Эта старая ель служит домом для конюков. Или, как их еще называют, сарычей. На высоте 15 метров находится их гнездо. Орнитолог Антон Барановский направляется туда. Три дня назад у конюков вывелось два птенца. Новорожденные конюки покрыты пухом серого цвета. Когда дети маленькие, самка от них не отходит. Садясь на птенцов, самка подгибает пальцы, чтобы не поранить когтями детей. Самец в это время занимается добычей пищи. Находясь на охоте, он высматривает жертву с возвышенности. Часто выбирает для этого высокий столб. Один птенец родился слишком слабым и вскоре погиб. Вся любовь и забота родителей теперь сконцентрирована на оставшемся малыше. Самка обеспокоена, что птенца загрызают комары и постоянно приносит свежие сосновые ветки, чтобы его защитить. Ведь только сосновая хвоя выделяет фитонциды, отпугивающие насекомых. Несмотря на то, что птенцу уже две недели и на улице жарко, мать время от времени, спасая от комаров, прикрывает его своим телом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Птенцу уже месяц. Отец принес полюску. Подросший ребенок пытается проглотить ее с хвоста. Поэтому у него не получается. И только схватив за голову, он ее проглатывает. Самка продолжает приносить веточки, чтобы защитить единственное чадо от настырных насекомых. Субтитры создавал DimaTorzok Птенцу скучно и он пытается пообщаться с матерью. Но мать не реагирует. С тех пор, как ребенку исполнилось три недели, она все время на охоте. А в перерыве между добычей пищи ищет свежие сосновые ветки. Плохо расти одному, одиноко. Когда птенцов несколько, они мило общаются друг с другом. Причем потребность в таком общении они начинают испытывать в подростковом возрасте. Отец принес опять полюску. Грызуны это любимая пища сарычей. И в период их массового распространения на другую пищу они не переходят. Субтитры создавал DimaTorzok Приблизительно через две недели птенец покинет родительский дом. Но будет оставаться под опекой родителей еще некоторое время. И только в трехмесячном возрасте он станет совсем самостоятельным. Зимовать улетит в южные страны, чтобы в будущее весной вернуться в родные края для разведения потомства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok